На портал экзегет поступил вопрос, могут ли верить и взнадействовать люди с пораженным сознанием, либо ментальные инвалиды, либо в силу уже каких-то болезней, которые вот их посетили, к сожалению, в этой жизни. Что такое человек? Ведь мы его изучаем, изучаем уже, ну так, кстати, недолго, где-то 100, наверное, плотненько, и до сих пор ничего о нем не понимаем. Вот я читал у поэстистия святогородца преподобного, как к нему пришелась семья, где он служил, в Греции, и там папа, там, как бы участие христианин, по-моему, адвокат был, не помню сейчас. И, ну, и там ребенок тоже какой-то такой вот сментальный навалит. И он говорит, поэстистия, ну вы на него, так сказать, не обращайте внимания, он дебил, он дурак, не реагируйте. А поэсти пишет, вот я вижу, что у этого ребенка добрые глаза, а вот папы нет. И папа такой, знаете, самолюбленно гордец. Вот, вот, ведь жизнь человеческая, она, в чем ее смысл там? С тем, что ты достиг Бога, очистив свою душу от греха, стяжал любовь и вошел в Царство Небесное. Если ты не вошел в Царство Небесное, ты свою жизнь не реализовал как должным образом, не реализовал. И вот у этих людей, у которых вот с радостью очень-все очень плохо, у них, они могут свою жизнь только раз реализовать. Они войдут в Царство Небесное, у них, в чем буштане, у них есть добро в душе. Вообще, это очень сложный момент. Я помню, причащал бабушку, которая впала в деменцию, при том уже крайнего свойства, то есть ее там на уровне сосательных рефлексов. То есть там ребенок полтора года, хотя бабушке там было за 80. Я когда приходил, она сидела на, это у нее было обычное состояние, на кровати и сосала, жевала простынь. Ну так, ну как вот какой-то там совсем младенец, даже, наверное, годовалый. Но когда она меня видела, она вся бросала эту простынь, она вся расползалась в улыбке, с непомним, там батюшкой нет, но как-то прям вот я подходил к ней, ну надо хоть какое-то формальное соблюдение соблюсти, говорю, грешница. Говорит, грешница? Так это кивало мне активно. Будем причащаться? Будем! Я его причащал. Вот она ко мне обнимала, так сказать, и я причащал, и дальше, когда уходил, опять это просто жило. Вот почему-то на меня она так вот очень бурно реагировала позитивно и на причастие. И был у меня случай, когда вообще был человек в коме, и я пришел в реанимацию, он меня встретил, мы с ним поговорили, там, как раз, была такая нормальная, так сказать, ну такая, конечно, немногословная, тем не менее, поговорили нормально. Потом причитил, ушел, а потом мне сказали, батюшка, вы маму-то, по-моему, причистили? Говорю, да, конечно, мы с ней так неплохо поговорили. До того врете. Говорю, почему? А просто вы, когда пришли, она была в коме, когда вышли, она тоже была в коме. Говорю, ну знаете, когда я пришел, она была в сознании, мы с ней говорили, потом ушел, ну может, она и впала в ком потом опять. Но мы с ней говорили, то есть человек, вот будучи в коме, и, кстати, врачи сказали, как он-то причащал, он в коме было все время. Вот когда приходит Христос, видите, плоти крови своей, человек может спокойно выйти из комы, причаститься, а потом свалиться. Ему надо было причаститься. Она могла поисповедоваться. Поэтому она вышла из ком, поисповедовалась, обратно попала в ком и умерла на все еще утро. Поэтому что мы знаем? Что мы знаем о людях, о человеке? Поэтому мы очень поверхностно о человеке судим. Без глубины, без истинного понимания. Именно в силу этого мы стремимся к каким-то вещам, которые нам ничего, конечно, не приносят. Сколько мне людей рассказывало. Вот я хотела выйти замуж за олигарх, я за него вышла, у меня теперь дом в центре Москвы, 5 этажей, там тысячи квадратных метров, а сейчас нет. У меня такие две девушки, таких успешных, которые сделали карьеру в плане брака, рассказывали. Поэтому у этих людей особых, может быть, у них, они Бог-то, может, лучше нас знают. Если помнишь, что Бог – это любовь, а не успех в жизни. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.